Акценты недели Венецианская история, в чьи подвалы потекут вешние воды и кто способен выстроить на их пути песчаные барьеры. Бизнес по-нашему на Всероссийском форуме социальных работников изучили доклад омского министра. Год прошел, полет нормальный. Несмотря на разгорающийся скандал вокруг Омского аэропорта, его генеральный директор все-таки остается на своем посту. Нужно было сделать больше. Авангард простился с Райма Сумманиным. Кто на новенького? Нежнее, еще нежнее. Инвесторов нужно беречь. Кто готов зажечь зеленый свет всем желающим вложить деньги в местное производство? Курс на Антарктиду в нашем городе презентовали яхту «Восток», которая отправится в экспедицию на шестой континент. Не верю. Почему классические постановки все реже появляются в репертуарах театров и не перерастут ли они со временем в эксперимент? Он все-таки покинул Омск, но обязательно вернется. Мой коллега Денис Овлев на этой неделе отправился в Ярославль, где стартовал Всероссийский форум социальных работников. Сегодня в выпуске вы увидите несколько материалов, посвященных основным темам этого мероприятия. Поймете, почему нам было так интересно его осветить и узнаете, какая польза от его проведения мяча. И несмотря на расстояние версты и мили, Денис сегодня с нами. Тысячи километров не оправдание тому, чтобы не присутствовать в студии. Денис, я рада тебя видеть. А о чем говорят сейчас в Ярославле? Какие основные темы форума? Да, здравствуй, Наташа. В Ярославле говорили действительно об очень важных вещах, о том, как сделать жизнь российского старшего поколения примерно такой же, как в Европе или в Соединенных Штатах. Жизнь пожилых людей должна быть комфортной, должна быть достойной. И вот именно об этом говорили на Всероссийском форуме социальных работников. И одна из важных тем, которую затрагивали, напрямую касается Омска, касается омского опыта. Это государственное частное партнерство в сфере социальной защиты, привлечение бизнеса в эту сферу именно для выполнения этих задач. И об этом сегодня я буду рассказывать в течение всей программы. Ну что ж, надолго не прощаюсь, а пока погода вмешивается в наши планы. 1-6-6-4-4-6 звучит как результат теннисного турнира, а по факту показатели температуры. Природа упорно продолжает с нами играть. Из весны в зиму и обратно. Так по всей стране. И в Ярославле, и в Москве, и у нас. Пробная версия весны закончилась. Приобретите лицензию. По-моему, прекрасная замена уже постаревшей шутки. Кто-нибудь скажите Марту, что он весна. Впрочем, давайте честно. Когда тепло, хорошо. Но так мокро и страшно. Венецианские пейзажи даже с отражением голубого неба в облаках не добавляют радости. А вот вздохов и критических замечаний в адрес всевозможных учреждений и инстанций сколько угодно. Мы давно переобулись в резиновые сапоги. Расстояние до работы можно измерять в морских милях. Автолюбители мечтают о лодках. В плавание по городу отправилась и наша съемочная группа. Подводные лодки, шлюпки и байдарки. Не Венеция, а Омск весной. И пока горожане упражняются в мастерстве владения фотошопом, улицы постепенно исчезают под водой, снегом и гололедом. Эта весна богата на капризы природы. Из-за резких перепадов температуры на дорогах сплошь ямы и выбоины. Где-то глубокие лужи. Угроза над мечами повисла и в воздухе. Крыши многих высоток коммунальной службы зимой ни разу не чистили. В результате огромные ледяные шапки и сосульки. На этой неделе с крыши дома на улице Бородина вслед за снежной лавиной сорвалось железное ограждение. Металлическая конструкция осталась висеть на проводах. А коммунальщики лишь огородили опасный участок. А ребенок что будет смотреть это ограждение? Побежит и все, и все это. И завалит вот это. А на конструкции-то, наверное, не маленькая, да? Не отличается расторопностью и предпринимателей. Под тяжестью снега рухнула часть кровли развлекательного центра на Красном пути. А несколько дней позже крышу сорвало и у кинотеатра «Атриум». Кирпичи и сосульки упали на автомобили, припаркованные у развлекательного центра. В машинах разбиты стекла, на бамперах вмятины. В обоих случаях жертв удалось избежать лишь чудом. А вот семейную пару, которая в конце февраля попала под ледяную лавину, пришлось госпитализировать. Тем временем жители частного сектора уже начали демонстрировать чудеса акробатики. На улице Барнаульская бьют тревогу. Здесь во дворе глубина воды достигает полуметра и уже затопила дом. Вот погреб, от него пошла вода. Выдавила крышку, то есть был такой хлопок. Это воскресенье вечером она стала набираться уже очень сильно. Не все вещи успела вывезти, потому что очень холодно, вода ледяная просто. И вот я буквально в день по два пакета успеваю вынести. Там вот мои книги еще, здесь учебники, вот все, что школьные, принадлежности. Специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства прислали спецтехнику. Из затопленного дома откачали 8 бочек, но это лишь отсрочило потоп. А держать машину у одного адреса круглосуточно у муниципалитета нет возможности. Мы откачивали. При такой ситуации это практически надо постоянно. Ну и собственники должны все-таки понимать, что если дом находится ниже уровня талых вод, надо иметь свою откачивающую технику, тот же самый насос, который можно было бы поставить, и он бы постоянно производил откачку. По закону спасения утопающих жителей подворий их собственная забота. Однако жители частного сектора в этом году обречены буквально тонуть в собственных домах. Снег вдоль дорог коммунальной службы вывезли далеко не везде. И пока он еще не растаял. Однако при таком отношении управляющих компаний к своим обязанностям местами могут оказаться затопленными даже подъезды многоэтажек. Перед домом на улице 22 апреля уже разлилось настоящее озеро. Архитекторы-самоучки возводят импровизированные деревянные мостики. Попасть в подъезды по-другому невозможно. Стелим мешки с песком, чтобы вода не попадала в подъезды. Но это бывает и недостаточно. Особенно мы не страдали, чтобы в подвал заливало. Но на площадку-то заливают, конечно. Неприятный сюрприз преподнесли и дороги, асфальт на которых традиционно растаял вместе со снегом. А талая вода размывает и без того разбитые магистрали. Владельцы автомобилей выстраиваются в очередь у шиномонтажных мастерских. Поехал по левобережному мосту, где-то в том районе, спускаясь с моста, заехал в какую-то яму. Ну и пришлось колесо ремонтировать. Состояние просто ужасное. В деревню ездил, в деревню и то попроще как дороги. И почище, и ям поменьше. Но чиновники тем временем отчитываются о проделанной работе. Вывозится снег с частного сектора. Значит, по нашему плану мероприятия планировалось 135 мест. На сегодняшний день мы уже вывезли 154 места. Цифры впечатляют. Итог работы расстраивает. Чтобы город поплыл, хватило всего нескольких теплых дней. И это только начало. Если на этой неделе в Омске заметно похолодало, то с 1 апреля, обещают синоптики, в город придет настоящая весна. Тогда талая вода зальет не только дворы и улицы. И о мечам, если коммунальщики, наконец, не возьмутся за дело, похоже, в пору запасаться лодками и мешками с песком. Небольшой мороз на этой неделе сковавший город, по прогнозам синоптиков, уйдет к 1 апреля. И вот тут начнется. Будет не до шуток. В зоне повышенного риска подтоплений в этом году в два раза больше адресов. Давайте посмотрим карту опасных участков и сперва про город. Специалисты отметили 300 опасных точек. В основном это частный сектор. В Кировском округе подтопление возможно на улице Самарская и Островская. В Ленинском – путевая Марьяновская, район Красной звезды, Украинский и Рабочий переулки. Московка. Здесь, возможно, зальет вторую, третью, четвертую линии, а также Рабочие. В Нефтяниках в опасности постройки в Башином переулке на улице Энергетиков, а также в Николаевке и Лукьяновке. В центре большая вода прольется по Орджоникидзе. Омской пострадает Амур. Здесь приготовиться к паводку следует жителям Северной. Перейдем к области. Тарский, Муромцевский и Черлакский район. Будьте внимательны и готовьтесь. В Тарском районе затопит районный центр, а также поселок Васис. Большая вода придет в Муромцевое село Низовое. В Черлакском районе в опасности Затон. Впрочем, тут иначе и не бывает. Причина всему реки. Тара, Шиш и Иртыш в половодье выйдут из берегов. И в этом никакие коммунальные службы не виноваты. Революции не случилось. Несмотря на то, что вокруг Омского аэропорта разгорается скандал, его генеральный директор Виктор Титарев остался в своем кресле. На этой неделе Совет директоров рассмотрел жалобы, которые поступали от сотрудников. В своем обращении, адресованном в том числе и президенту, они указывали целый ряд проблемных вопросов. Как то, реорганизация подразделений, сокращение зарплат. Ради экономии некоторым специалистам приходилось совмещать обязанности. К примеру, водителя спецтранспорта и грузчика. И тем не менее, решение об отставке Виктора Титарева так и не прозвучало. Более того, даже не обсуждалось. Так откуда у скандала уши растут и почему грузчики управляли спецтехникой, узнавала Мария Сетнева. Обычный день в аэропорту. Взлетают и садятся самолеты. Пассажиры спешат покинуть Омск. Кто-то в отпуск, кто-то по делам, кто-то навсегда. Никто из них даже не представляет, какие страсти кипят в закрытых помещениях аэровокзала. Не так давно в адрес губернатора Виктора Назаровой Совета директоров аэропорта поступило письмо от части его сотрудников. В обращение они выражали недовольство кадровой политикой, реорганизация предприятия, зарплатой. Досталось и, собственно, гендиректору. Чтобы сотрудники аэропорта высказали все свои претензии, как говорится прямо в лицо, Виктор Титарев назначил встречу с трудовым коллективом. Разговор получился непростым. Вы очень цените свое время, но вы не цените время вот этого коллектива, который перед вами здесь сидит. Я очень ценю это. Впрочем, претензий было несколько. И в первую очередь они касались серьезных кадровых решений. Так, ради экономии водители спецтранспорта совместили с грузчиками. Теперь они должны были не только доставлять пассажиров на перроны к самолету, буксировать воздушные суда и заправлять их топливом, но и грузить чемоданы. Выражали недовольство и уровнем зарплаты. Сотрудники аэропорта требовали ее ежегодной индексации на 10%. Уменьшение же приведет к потере кадров, заявили собравшиеся. Я чистил за коллектив, который у меня с профессиональной точки зрения сейчас самый идеальный подобрался коллектив. Профессионал, высокопрофессионал. Виктор Титарев ответил. Задача компании сохранить зарплату на уровне выше, чем в целом по стране. Но о повышении речи не идет. Желание индексировать зарплату на 10% в год, в то время, когда вся страна сокращает ее на 10%, на мой взгляд, вносит скорее эмоциональный характер, чем реальный сущностный. Большой разбор полетов Виктору Титареву устроил совет директоров. Несколько часов за закрытыми дверями продолжалось совещание. Некоторые интернет-издания, неоднократно предрекавшие Виктору Титареву скорейшую отставку, вынуждены были разочароваться. Вопрос о замене руководителя на повестке дня даже не стоял. Члены совета директоров рассмотрели жалобы сотрудников, и некоторым действительно нашли подтверждение. Так, совмещение обязанностей водителя и грузчика посчитали недопустимым. Кроме того, все реорганизационные решения, будь то сокращение одной службы или появление другой, теперь будут проходить через совет директоров. А вот многие претензии отнесли скорее к эмоциональным. Нервная обстановка возникла во многом из-за недостатка информации о том, какие процессы сейчас идут на предприятии. Мы же не случайно указали генеральному директору, что недостаточно правильно освещалась его деятельность. Не доносилось до трудового коллектива, до конкретного работника, те шаги, которые предпринимает генеральный директор, те планы, которые он ставит перед собой и, соответственно, перед предприятием. Вот здесь вот должно быть именно налажено взаимодействие между генеральным директором и трудовым коллективом. Но самое главное, что генеральный директор это понял. В ответ он предложил определенный план мероприятий, как это можно было бы исправить. Что касается зарплаты, то здесь ее падение неизбежно. Из-за кризиса уменьшается пассажиропоток, авиакомпании уходят с рынка, становится меньше работы, а соответственно и денег. Но на совете директоров было принято решение, снижение оплаты труда не должно превышать 10%. Теперь капитану воздушного судна под названием «Омский аэропорт» предстоит объяснить это экипажу и надеяться, что в этот раз обойдется без грома и молний за бортом. Но Омскому аэропорту все-таки не избежать перемен ни в руководстве, в стиле управления прислушаться к словам сотрудников придется, и план по взаимодействию с ними у генерального директора уже есть. И сегодня Виктор Титарев, гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы знаете, на мой взгляд, и я уверена, горожане меня поддержат, аэропорт, место удивительно приятное. С него начинаются отпуска, командировки, такое предвкушение, приключения. И аэропорт ведь в последние годы заметно похорошел, это видно. А сейчас Омский аэропорт, это тот аэропорт, который вы хотели видеть, когда занимали кресло генерального директора? Или пока еще очень много работы впереди? Мне думается, Наталья, что процесс развития, развитие – это процесс, неизбежный для любого предприятия или субъекта, который находится вообще во внешней среде, ведь она постоянно развивается. Нельзя сделать один раз и зафиксировать навеки. Поэтому, конечно, работы, как всегда, очень много, но я с вами согласен, это место уже несколько лет, как является, в общем, достойным. Есть некоторые и технические проблемы в том числе, я думаю, что горожане их замечают, особенно, когда встречают своих близких из теплых краев зимой, я думаю, это заметно. Но, в общем и целом, конечно, у нас прекрасный терминал, в общем, как-то выглядит привокзальная площадь, да, это хорошее место. Есть у вас еще сейчас одна работа большая, которую надо будет делать, и называется эта работа «План по взаимодействию с сотрудниками». Я его так назвала, может быть, это неофициальное, конечно, название, но тем не менее. Об аэропорте в последнее время говорят все-таки в негативном ключе. Жалобы, скандалы, что-то до президента дошло, где-то губернатору написали, листовки появляются. Начали разбираться, поговорили с сотрудниками, поговорил совет директоров. Итог. Нужно договариваться с сотрудниками, доносить до них те идеи, которые у вас есть, чтобы было понимание и не было таких ситуаций. До 1 мая вам нужно представить план вот этого взаимодействия. Есть уже какие-то наброски, что он будет из себя представлять, и как из сложившейся ситуации будете выходить? Ну, во-первых, конечно, отрицать то, что проблемы во взаимоотношениях и внутри трудового коллектива, и у руководства с трудовым коллективом существуют, бессмысленно. Нами были допущены, вот, администрации, были допущены, я бы так сказал, ошибки в формировании информационного обмена с представителем трудового коллектива. Я излишне положился на руководителей служб, которые, на мой взгляд, ну, собственно, эту функцию должны выполнять, да, коммуникацию и оперативное управление, да, и вот. К сожалению, эта схема не очень качественно сработала, и сейчас мы, конечно, будем предпринимать дополнительные усилия и принимать особые меры, да, к тому, чтобы вот эта коммуникация, да, механизм обмена информацией был не одноканальным, а, судя по всему, вот этот вот один канал коммуникации, несмотря на то, что мы анонсировали их большое количество, это ведь и профсоюз, это и прием по личным вопросам, это и электронная почта моя открытая, она известна, и любой АМИЧ, на самом деле, на него может написать хоть через сайт письмо генеральному директору, хоть по электронной почте, там мы ввели ясные и понятные адреса, они не были задействованы, да, то есть проблема доносится до руководителя, и там благополучно умирает, да, то есть люди как-то там. Поэтому сейчас мы будем развивать эти каналы и корпоративную газету с обратной связью, и, конечно, мне нужно будет и мне, и иным руководителям почаще встречаться внутри трудового коллектива и так далее, но я думаю, что все-таки главное нет, главное донести идею изменений. Вот я еще год назад, даже чуть больше, когда пришел, анонсировал, что любой сотрудник, кто хочет работать в аэропорту, будет в нем работать. Да, мы все понимаем кризисный год, к сожалению, вот эта ситуация наложилась, да, она как бы обострила проблему, потому что, ну, действительно, зарплата, например, в аэропорту в январе и феврале ниже, а феврале-таки прям существенно ниже, чем в феврале прошлого года. Но такова система оплаты труда, которая... А от чего она зависит? От объема работы. Она зависит от объема работы. Мы в бизнес-плане 2015 года предусмотрели снижение пассажиропотока на 21%. Вот наш бизнес-план составлен. К сожалению, мы приближаемся к этой цифре слишком быстро. У нас падение было в январе 6%, в феврале уже 16%. Первая неделя марта на вылет у нас было минус 30%. То есть это очень серьезные потери объема работы. Плюс к этому еще одно упущение, которое мы допустили. Мы провели ряд оптимизаций. Мы убрали лишние работы, убрали доработки. То есть у нас сейчас процесс более гладкий, меньше авралов и так далее. Но люди-то на этом зарабатывали. Их вызывали на доработку, они получали прибавку к своей заработной плате. В связи с этим у нас возникла ситуация, когда в феврале заработная оплата относительно февраля прошлого года у нас опустилась существенно более чем на 10%. А это уже, конечно, на мой взгляд, недопустимо. Мы поставили вот эти 10% сейчас. В среднем по году мы определили, причем мы прямо эту цифру предложили. У нас бизнес-план предусматривал сокращение фонда оплаты труда на 12,5%. Мы прямо сами выступили с инициативой ограничить эту планку 10% как бы в низшую сторону. Понижение зарплаты это одно из. Вот в том числе люди говорили, совмещаем работу того-то и того-то, тоже в целях оптимизации каких-то процессов. Этого теперь тоже нельзя делать. Это известный пример по телевизору. Говорили, как я, или читали. Вот кто-то был и водителем, и грузчиком. Так теперь нельзя? Ну, что значит нельзя? Мне указали, и совет директоров принял такое отчасти решение просто навстречу трудовому коллективу. Оно, конечно, никак не обосновано экономически. В части совмещения функций грузчиков и водителей службы специального транспорта. Но это не значит, что нам не надо заниматься повышением производительности труда или повышением эффективности деятельности. Мне кажется, сейчас все так делают. Да, конечно. Во всех структурах это происходит. Ну, конечно. Но смотрите, какая вещь. Аэропорты, они были в советское время жестко регламентированы. Это были не аэропорты, это были объединенные авиатряды. Прямо предписывалось состав служб, численность там и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле именно поэтому процессы оптимизации в аэропортах, они как бы отстают. Они обусловлены были сложившейся структурой. Поэтому в тех аэропортах, в которых эти изменения еще не проходили, они будут происходить все более и более болезненно. Те, кто сделали это раньше, да, из 25 аэропортов-миллионников в нашей стране, ну, 20, скажем так, плюс-минус там, эти изменения прошли. Чем раньше мы их, они их начали, тем более безболезненно они прошли, хотя они все равно не прошли без недовольства, каких-то всплесков. Ну, понятно, да, как-то людей сокращали, заставляли больше работать там. Значит, понятно, да, то есть вы находились в состоянии покоя. А теперь вот вас как-то там беспокоят. Вы с этой фразой начали, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Да, ну куда деваться. И чем дальше будет, тем сильнее. Вот смотрите, какой пример. У нас миллион пятьдесят тысяч пассажиров. Ну, я так, очень укругленный. И у нас тысяча сто человек. И это много, да. Мы не стремимся к тому, чтобы взять и там все поотрезать, да. У нас есть пенсионеры, у нас есть программа, у нас есть время, у нас хорошее финансовое состояние, да, у аэропорта. Реально хорошее. Поэтому у нас есть возможность спокойно два-три года, да, выбивать пенсионеров, чтобы люди сами посмотрели, кто из них хочет работать, а кто просто приходит и носочки вяжет, да. То есть это их аэропорт. Они должны к нему относиться не как к корове, да, подоили, да, а как к тому, что они туда вносят. И, уверяю вас, они так к этому и относятся, да. Но кто будет работать? Работники. То есть без них-то точно не обойдется. Поэтому переживания тех, кто реально эффективно работает или стремится к этому, они напрасны абсолютно. То есть я так понимаю, что тут не совсем важна фамилия того человека, который значится как главный, да. А продуктивная система работы топ-менеджера будет вот такой, вот по этому пути идти. Ну как бы, да, такого понимания работать надо много, лучшим, активно, чтобы вот это время пережить. Как бы не развивались дальше события вот в нашем авиаузле, я имею в виду, например, строительство Федоровки или не строительство Федоровки, да. В любом случае эффективную операционную структуру надо создавать. Она должна быть конкурентоспособной. У нас сейчас билеты к нам дороже в среднем, чем в Новосибирске, в Екатеринбург и чем в Тюмень. А мы что-нибудь можем сделать, чтобы было подешевле? Да. Сделаете? Лучше работать и дешевле обслуживать воздушные суда. Обязательно. Мы уже сейчас создаем системы скидок, да, авиакомпании, которые мотивировали авиакомпании. Опять же, не совсем удачное время сегодня, да. Мы не хотим мотивировать авиакомпании, которые все равно стоят на магистральных направлениях. Нам нужен региональный развоз. Но сейчас время не совсем то для подъема регионалов. Но мы обязательно будем к этому стремиться. Чем интереснее задачи, чем интереснее их решать? Абсолютно, Вы правы. Спасибо большое, что пришли. Сегодня в гостях акцентов недели был генеральный директор Омского аэропорта Виктор Титарев. Спасибо, Наталья. Ну а теперь отправляемся в Ярославль. Не на самолете, конечно. На этой неделе там начал работу Всероссийский форум социальных работников. Мероприятие обещало быть масштабным тематические секции, а после пленарное заседание с участием Дмитрия Медведева. О чем говорили участники форума, знает мой коллега Денис Иовлев. Денис, тебе слово. Наташа, мы перед началом пленарного заседания с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева дискуссия на форуме шла на четырех площадках. И мы обратили внимание на вторую, которую вела заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Потому что именно здесь говорили о государственно-частном партнерстве в сфере социальной защиты. И именно здесь обсуждался тот опыт, который накоплен за последние годы в Омской области. Ну а собирались сегодня здесь те, от кого реально зависит качество социальных услуг, а значит и качество жизни старшего поколения. Участники форума работали здесь весь день над проектом стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста. И обсуждаться сегодня будет вот этот документ, проект которого у меня в руках. Он называется стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста. Сюда вошла масса предложений, как по законодательной защите старшего поколения, по созданию доступной среды, по трудоустройству. И в том числе пакет тех предложений, того опыта, который наработан в Омске в течение последних нескольких лет. Это государственно-частное партнерство в сфере социальной защиты, привлечение частного бизнеса к содержанию пансионатов, например, к социальной работе и так далее. Документ призван решать, казалось бы, взаимоисключающие задачи. То есть, с одной стороны, обеспечить достойный уровень качества жизни старшего поколения. Ну а с другой делать это в весьма скромных бюджетных возможностях, которые сегодня у государства имеются. Поэтому и взаимодействие с бизнесом рассматривается как один из важнейших инструментов. Практика показывает, что те же дома-интернаты для престарелых в их частном варианте выглядят, во-первых, лучше для проживания, а во-вторых, обходятся дешевле государственному бюджету. А значит, средства расходуются эффективнее. Остается только снять излишние административные барьеры, вроде получения не слишком нужных разрешений и лицензий. И это сегодня тоже обсуждали в числе первоочередных проблем. Одна из таких проблем, которая была озвучена, это несовершенство законодательства. Необходимость лицензирования, пусть даже малых учреждений на селе и так далее. Вот действительно ли проблема так остра? И понятно, что ее решение зависит не от региональных властей, а все-таки от законодателя, от федеральной власти. Слышит ли законодатель эту проблематику и можно ли рассчитывать на то, что что-то изменится? Здесь, безусловно, мы можем рассчитывать на позитивные изменения федерального законодательства. То есть Галина Николаевна Карелова, как сенатор, как заместитель председателя Совета Федерации, она очень серьезное внимание уделяет именно практике реализации нового федерального закона об основах социального обслуживания. И сегодня вот как раз обсуждали первый этап его реализации, то есть он действует совсем недолго, всего три месяца. Но, тем не менее, сегодня уже много говорилось о необходимости его корректировки. Безусловно, это связано с тем, что сейчас на рынок вышли новые поставщики социальных услуг из негосударственного сектора. Это и частные предприниматели, и некоммерческие организации. Безусловно, сегодня много говорилось о необходимости стандартизации, оказания социальных услуг. Вносились предложения, в том числе и введение лицензирования этого вида деятельности. Действительно, опыт позитивный есть, и практика реализации достаточно позитивная. Но, что касается совершенствования федерального законодательства, я думаю, что при поддержке Совета Федерации это все будет проходить достаточно мобильным режимом. Можно сказать одно. По словам участников форума, изменился сам тон разговора, тон диалога о власти с соцработниками. Они сегодня видят, что эта отрасль становится одним из приоритетных проектов и с одним из государственных приоритетов, а любые идеи, которые направлены на улучшение положения дел в ней, принимаются буквально на ура. Как это часто бывает, в чужом глазу соринку увидишь, а в своем и бревна не заметишь. С полным правом эту поговорку можно применить и к явлениям со знаком плюс. Вот тоже социальное предпринимательство. Не эту тему омичи обсуждают за чашечкой кофе в обеденный перерыв. Не так горяча. А между тем, на наш опыт опираются в других регионах, причем по рекомендации президента. Денис Жарков познакомился с теми, кто сумел построить свое дело, помогая другим. В Америке Голливуд, в Индии Болливуд, а в Крутинском районе крутофильм. Сельскую фабрику грез открыл предприниматель Олег Бабаев. Сейчас учит школьников актерскому и операторскому мастерству и снимает с ними детский полнометражный фильм. Запустить проект помогли областные районные власти. Общая сумма грантовой поддержки – 250 тысяч рублей. Благодарен властям, что поддерживают такие виды предпринимательства. Это действительно важно. От кино идет формирование каких-то ценностей, внутренних идеалов. Что мы стараемся в детях развивать. Такой вид социального предпринимательства в регионе пока в новинку. Наиболее привычный и распространенный – дошкольное образование. Воспитанники других детсадов о релаксации в соляной пещере могут только мечтать. А для этих малышей – стандартная процедура. Свой детский сад они любят и не променяют ни на какой другой. Я не люблю тут играть, ходить на улицу и учиться разным. Список этого разного весьма обширен. Хореография, музыка, английский язык, подготовка к школе. А еще с детьми занимаются логопед и психолог. Всего здесь 60 воспитанников. Последняя открылась ясельная группа. Здесь дети могут адаптироваться к непривычным условиям. А чтобы с непривычки не заболели, в помещении сделали теплый пол. Работает частный детский сад уже седьмой год. Собственного помещения не имеет, арендная плата высокая. Поэтому руководство участвует во всех конкурсах, которые проводит областное правительство. Свой конкурс первый мы участвовали в Министерстве образования для открытия вот этой группы. То есть, как бы, очень нам помогли хорошо. Хоть и небольшая сумма денег была, но тем не менее, как бы, нас это поддержало. И сейчас продолжаем. Сейчас в Министерстве экономики участвовали. То есть, часть затрат нам возмещают. В этом году, например, в 2014-м возместили часть затрат по арендной плате. А этот детский центр открылся относительно недавно, в августе 2013-го. Здесь 30 воспитанников. Еще 40 детей, что называется, приходящие. Дошкольное образование получают в других учреждениях, а здесь посещают группы дополнительного развития. Многие родители целенаправленно отдали своих детей в частный. А не в муниципальный детский сад. Здесь очень удобно, красиво. Ребенок с удовольствием ходит. У нас первые дни даже. Ребенка с трудом могли забрать в садик. То есть, ребенок со слезами уходил отсюда, не хотел уходить. Вот, да? Ты моя. Все, все, все. Засмущалась. Обычно, если даже и путевку дали, я бы, честно говоря, не пошла. Потому что здесь совсем другое, мне кажется, образование для ребенка. Подход совершенно другой к ребенку. За индивидуальный подход приходится платить от 6 до 10 тысяч рублей в месяц, не считая расходов на питание. Впрочем, часть средств государство родителям компенсирует. Не приходится говорить и о сверхприбыли частного детского сада. Много денег вкладывается в развитие. И осенью 2013-го, когда центр только открывался, было очень непросто. Расходов много, доходов мало, выручило Министерство экономики. За счет поддержки Министерства экономики мы смогли более устойчиво встать уже на ноги, расшириться, смогли добавить дополнительную группу, открыть дополнительную группу. Ну и, наверное, вот, в принципе, уже сделать то, что на сегодняшний день есть. И оснащение, и оборудование. Все, конечно, намного быстрее мы это просто сделали, приобрели. И теперь уже работаем в полную силу. По такой же схеме партнерства предприниматель, региональное правительство заработал в полную силу и этот пансионат в Любинском районе. Сейчас в гармонии 29 постояльцев. Проживание с питанием обходится в 75% от пенсии. У нас идет поддержка с Министерства труда и социального развития. В размере субсидирования мы получаем на проживающих граждан ежемесячно. До 14 тысяч на человека. Ну, грантовая поддержка мы пока, так скажем, рассматриваем, конечно, такой момент, но пока еще не участвовали. Условия комфортные. Есть комната отдыха с телевизором и библиотекой, столовая. По совместительству банкетный зал, где справляют дни рождения, устраивают концерты и посиделки. Пока я сюда не попала, какие слухи страшные ходили про эти дома. Что тут и голодные, и голодные, и страшные такие вот. Вот. Ничего подобного здесь нет. Все нормально. И питание хорошее, и обслуживать. Можно даже держать животных. Александра Ивановне 85. Когда-то работала директором гостиницы «Маяк». Родным на старости лет оказалась не нужна. Про пансионат узнала из газеты. Позвонила, за ней приехали. И вместе с кошкой Соней привезли сюда. Мне очень нравится здесь. Персонал отличный. Лучше уже некуда. Наряду с детскими садами частные дома престарелых – самый нужный регионный вид социального предпринимательства. Поэтому всегда могут рассчитывать на поддержку властей. Но был бы ошибкой думать, что в регионе делают ставку только на предпринимателей. Сейчас в Василькуле в рамках федерального проекта «Старшее поколение» возводят дом-интернат для пожилых. Финансирование из федерального и регионального бюджетов. Здесь могут жить 170 человек. Из них половина – инвалиды, требующие постоянного ухода. Торжественное открытие состоится в июне. В рамках проведения в Омской области Всероссийского форума социальных инноваций регионов. Это «Акценты недели». Мы подводим итоги уходящих семи дней. Комментируйте события в интернете. И, возможно, именно ваше мнение станет самым ярким и острым из прозвучавших в нашем эфире. Ну а далее смотрите во второй части программы. Нужно было сделать больше. «Авангард» простился с Райма Сумманином. Кто на новенького? Нежнее, еще нежнее. Инвесторов нужно беречь. Кто готов зажечь зеленый свет всем желающим вложить деньги в местное производство? Курс на Антарктиду в нашем городе презентовали яхту «Восток», которая отправится в экспедицию на шестой континент. Не верю. Почему классические постановки все реже появляются в репертуарах театров и не перерастут ли они со временем в эксперимент? И я напомню, что мой коллега Денис Овлев на этой неделе уехал в Ярославль, где стартовал Всероссийский форум социальных работников. Его сюжет скоро в нашей программе. Однако есть еще одна тема, которая в эти дни притягивает внимание к небольшому городу под Москвой. В Ярославском районном суде один из экспертов, проводивших летную комплексную экспертизу по факту гибели самолета Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту, озвучил результаты проверки. По его словам, одной из причин катастрофы стала неслаженность действий экипажа самолета. В частности, бортмеханик не произнес в определенный момент нужную команду, и кто-то бросил газ. Впрочем, пока вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому о завершении судебного процесса речи не идет. Наоборот, после трехнедельного перерыва слушанию по делу возобновлены. Напомню, авиакатастрофа произошла 7 сентября 2011 года. Тогда самолет, поднявшись всего на 5 метров, задел маяк и рухнул на землю. В той страшной катастрофе погибли 44 человека. 7 членов экипажа самолета, 26 игроков «Локомотива», 11 членов тренерского штаба. Среди тех, кого мы потеряли, и Амич, воротарь Александр Вьюхин. А «Авангард» на этой неделе потерял Райма Сумманина. Теперь он не главный тренер омской команды. Более того, уже уехал. В четверг утром в соцсетях появились снимки Сумманина с сумками, сделанные в зале Омского аэропорта. Ушел по-английски. А кто на новенького? Об этом в тот же день на пресс-конференции рассказал президент Омского клуба Владимир Шалаев. Задал ему свои вопросы и мой коллега Артем Гаев. Главная интрига итоговой пресс-конференции Владимира Шалаева была очевидна. Начиная с декабря, вся хоккейная общественность региона обсуждала вероятность возможной отставки Райма Сумманина с поста главного тренера Ястребов. Руководитель Омского клуба, взяв на себя вину за результат команды, при этом сразу обозначил свое отношение к работе финского специалиста. Рвать на себе рубашку и клясться в верности клубу и болельщикам – это еще не вся работа тренера и тренерского штаба. Требовалось большего, гораздо большего. Неоднозначный сезон оставил у менеджмента Омского клуба немало вопросов к неистовому. Важнейший из них – невыполнение задачи, поставленной перед стартом чемпионата. Попасть в фолл-финал Кубка Гагарина, но на пути авангарда к этой цели встал Казанский Акбарс. Кроме того, у руководства вызвало непонимание отсутствия взаимодействия Суманина с молодежной командой. Финн не посетил ни одной игры юных ястребов. И слабая физическая готовность главной хоккейной дружины региона, которая по большому счету и стала основной причиной небывало большого количества травм. Также очевидным минусом третьего прихода Суманина в Омск Владимир Шалаев назвал его отношение к селекционной политике. Так, Финн еще летом отказался от приглашения квалифицированных защитников Патрика Херсли и Джейми Макбэйна, ныне успешно защищающих цвета Сибири и Лос-Анджелеса соответственно. Зато настоял на приобретении нападающего Артема Волкова, до этого имевшего в послужном списке всего один матч в КХЛ. Все это, по сути, не оставило руководителям авангарда выбора. В вопросе о дальнейшей судьбе Суманина у руля омской команды. Любимцу публики указали на дверь. У нас не было с ним никаких конфликтов. У меня были хорошие отношения с ним весь сезон. Мы вчера проговорили и, на мой взгляд, уже после вчерашней встречи другого решения у меня уже не осталось. И сегодня утром я объявил Райма Суманину о том, что не будет контракт с ним заключаться на следующий сезон, в том числе и с его тренерским штабом. Следующей темой, которая волновала и болельщиков, и специалистов, стали грядущие изменения в составе авангарда. По словам Владимира Шалаева, о новичках говорить пока рано. Это будет уместно после назначения нового главного тренера, с кандидатурой которого клуб определится до конца следующей недели. К слову, президент Ястребов призвал болельщиков не верить слухам и сразу же закрывать все сайты, где на пост наставника омской команды сватают целый ряд специалистов, включая рулевого сборной Чехии Владимира Ружичку. Переговоры ведутся, а об их итогах широкой общественности сообщат сразу после того, как соглашение с новым наставником будет подписано. При этом «Авангард» постарается сохранить в составе всех лидеров, включая легионеров Владимира Саботку, Эрика Густавсона и Чада Каларика. Этим иностранцам будут предложены достойные условия, не уступающие их предыдущим контрактам. Также определены фамилии тех хоккеистов, для которых этот сезон в «Авангарде» был последним. «Ротация состава, безусловно, будет. Это профессиональный клуб, и такого не бывает, чтобы в одном и том же составе команда долгие годы выступала. Нет, такого нет и не будет. Что могу сказать из того, с чем мы определились точно? К сожалению, это пока все. Точно не будет в команде Волкова, Непряева, Шутца. Это точно. По остальным игрокам информация будет позже». И последний по порядку обсуждения, но далеко не последний по степени важности вопрос – финансирование клуба. Все беспокойства болельщиков по этому поводу были напрасны. Генеральный спонсор «Авангарда» компания «Газпромнефть» гарантировала сохранение бюджета команды на уровне этого сезона. Кроме того, продолжится тесное сотрудничество клуба с правительством региона, которое теперь будет направлено на развитие молодежного хоккея. «Губернатор заверил нас, что программы развития детского и юношеского хоккея в клубе он обязательно будет поддерживать и финансировать это направление будет. У нас хорошее сотрудничество с администрацией области. И в дальнейшем оно в перспективе у нас хорошее этого сотрудничества. Более того, правительство Московской области вошло в некоммерческое партнерство новой академии. То есть и там будут помогать». Итоги подведены впереди у руководителей «Авангарда» хоккейное межсезонье, которое для них наверняка получится жарким. От того, кому они доверят пост главного тренера и какими хоккеистами этот специалист будет руководить, во многом зависит ответ на главный вопрос. Как высоко взлетят ястребы в восьмом сезоне КХЛ? «А хотите, я проткну вот этот пакет карандашом, и из него не вылится ни капли воды? Не волнуйтесь, это легко. Ну вот, пожалуйста, никакой магии, сплошная физика. И это еще что». На этой неделе в университете имени Федора Достоевского показывали невероятные опыты. Поджигали мыльные пузыри, разбивали живые цветы на осколки и даже пробовали на вкус азот. И с этого, представьте, началась конференция молодых ученых. Лучшие умы приехали в Омск из 52 городов России и Белоруссии, чтобы обсудить современные достижения физики. Вот, как видите, какой может быть работа. Одно сплошное волшебство. Искали в нашем городе и своего Стива Джобса, а именно автора самого перспективного и проработанного стартапа, чтобы выделить на его осуществление 10 миллионов рублей. В бизнес-инкубаторе за деньги венчурного фонда боролись шесть молодых предпринимателей. Они рассказали представителям банка о своих разработках и перешли в режим ожидания. Окончательное решение о том, кто получит и получит ли вообще многомиллионный стартовый капитал, будет принято в Москве. Замечу, что когда-то именно благодаря инвестициям в идею начал свое дело Стив Джобс. А выглядела его мечта о персональном компьютере в каждом доме. Весьма странно. Однако. О том, что инвесторами нужно дорожить, говорили на этой неделе и в региональном правительстве. А еще о том, что нужно чаще встречаться. С такого даже не предложения, а однозначного решения начал работу инвестиционного совета губернатор Виктор Назаров. Спустя почти год с последней встречи эксперты собрались, чтобы подвести итоги инвестиционной деятельности и проанализировать перспективы финансовых вливаний. Безоблачную ситуацию с инвесторами сейчас не назовешь, но и сгущать краски повода нет. Кризис – это время, когда нужно работать. С инвесторами тоже. А именно создавать понятные механизмы взаимодействия власти и бизнеса, рушить административные барьеры. Впрочем, уже не я, а мой коллега Владимир Мутовкин расскажет, как видят решение этих задач чиновники и бизнесмены. Им бы друг друга тоже услышать. Кризис ко всему еще и время возможностей. Именно в пиковые моменты напряжения экономика, подвергнутая стрессу, обновляется и к концу спада выглядит привлекательнее, чем до его начала. Такую положительную роль видят эксперты в любой стагнации. Что-то похожее должно произойти и с российской экономикой. Есть надежда, что родимые пятна в виде слабой используемости инвестиций, зарегулированности и неэффективности исчезнут. По крайней мере, зеленый свет для людей, готовых принести деньги в наш регион, губернатор готов зажечь даже с использованием административного ресурса. Сегодня есть свои какие-то у них критерии, свои регламенты, которые до года растягивают выдачу согласований для освоения площадок. Это нонсенс. Год и выше и прикрываются там своими регламентами, которые у них прописаны. Если их регламенты не будут совпадать с нашими регламентами в регионе, значит мы будем либо их переделывать, либо будем ломать административно. Такие регламенты нам, которые более года дают согласование и реализацию проектов, нам сегодня не нужны. У нас сегодня есть случаи, когда дома уже готовые под сдачу, стоят под теплом, но не можем получить воду. Ну что это за регламенты? Кроме бумажных барьеров предстоит преодолеть и психологические. В кризис вложение средств сопряжено с большими доходами, но и с большими рисками. Играть по-крупному спешат не все. Переломить эту ситуацию и есть задача правительства Омской области. В целом это удается сделать. Прошедший год был непростым в плане развития инвестиционной деятельности для всех регионов России. Инвестиционная сфера быстрее всего реагирует на кризисные явления. Если общее производство может сохраняться и даже расти, то инвестициями собственники, как правило, жертвуют в первую очередь. По итогам 2014 года темпы роста экономики Омской области сложились выше, чем в среднем по России. Прирост валового регионального продукта Омской области по оценке составил 2%, при годовом увеличении валового внутреннего продукта Российской Федерации только на 0,6%. В прошлом году в область было инвестировано 9 миллиардов рублей. Появилось 10 новых предприятий. Создано больше тысячи новых рабочих мест. Особенно бизнесменов привлекала сфера производства оборудования и техники. Показательны примеры развития четырех кластеров нефтехимического, высокотехнологического, агропромышленного и лесного. Заметно роль химиков и крестьян, что понятно, Омская область в первую очередь славна именно этими отраслями. К примеру, недавно в городе развернулась новая современная линия по выпуску покрышек. Ими даже заинтересовались иностранные производители машин. Автомобильный завод «Мерседес» уже в прошлом году был заинтересован поставками и на комплектацию для автомобилей. Это обсуждалось, проезжали, наметили пути решения. Надеемся, в дальнейшем сотрудничестве стоит. Выгоды предприятия от инвестиционного развития очевидны. Рост продукции, а следовательно и прибыли. Но от деловой хватки омских шинников выигрывает и весь регион в целом. И не только потому, что растут налоговые отчисления в бюджет области. Сибирским производителям, идущим вслед за мировыми стандартами, требуются натуральные ингредиенты для колес экстракласса. Например, рапсовое масло. И сейчас на заводе ведутся исследования продукции омских маслопереработчиков. А это должно стимулировать производство масличных в регионе в целом. К примеру, один из крупнейших рапсовых заводов действует в Таврическом. За год здесь могут переработать 145 тысяч тонн масличных культур. Это больше, чем выращивают аграрии на территории всей Омской области. И сейчас идут переговоры с крестьянами об увеличении посевных площадей под подсолнечник, рапс и сою. Это система авансирования сельхозтоваропроизводителей, в частности, именно по масличным культурам. То есть у нас приоритет для нашей компании именно расширение масличных культур Омской области. В итоге крестьяне гарантированно получают рынок сбыта, а завод – продукцию для переработки, которую не нужно вести издалека. В современных условиях, когда правительство страны делает ставку на скорейшее развертывание собственной производственной базы, это сулит прибыль инвесторам и рост экономики государства в целом. Ну а тех, кто понял, это и успешно привлекает инвестиции, наградили, отметив особыми знаками. Инвестиции в этом году порядка миллиарда рублей, в том числе с использованием кредитных ресурсов рабочих мест порядка 250. В целом за три года мы проинвестируем около 3 миллиардов рублей, рабочих мест будет создано более 800. Конечно же, мы на месте не останавливаемся, у нас, безусловно, есть определенные планы, также достаточно амбициозные, ведь основным сырьем является у нас макулатура. То есть мы являемся некими экологами, в том числе в нашем проекте, и дальнейшая переработка отходов, которая подразумевает строительство нового комплекса, нового оборудования, безусловно, способствует достижению наших целей. Умные получили награду, глупым объяснят доходчиво. Чиновников, отвечающих за привлечение инвестиций в районы области, за неэффективность начнут снимать с должностей. Ну а нерасторопные бизнесмены, не ищущие пути финансовых вливаний со стороны, должны понимать, что по суровым законам рынка их просто вытеснят успешные конкуренты. Кризис — это время возможностей, когда уже невозможно работать по-старому. Амичи готовятся раскрыть тайны шестого континента. Мы берем курс на Антарктиду. Вот на этой, пока еще никому неизвестной, парусно-моторной яхте «Восток». Экипаж, уже ставший знаменитой яхтой «Сибирь», под руководством опытного капитана Сергея Щербакова, отправится в экспедицию. Через несколько лет. На этой неделе он только представил проект судна. Но совсем недавно эта яхта была лишь мечтой, а сегодня уже готов ее макет. Просчитана стоимость изготовления. И эта страсть к экспедициям не столько романтическая, сколько стратегическая. Антарктида — важный регион страны, суровый и оттого плохо изученный. Восток же с легкостью доставит туда исследователей, повторив путь своего далекого предшественника — парусного военного шлюпа с тем же именем «Восток». С демонстрации живописных арктических пейзажей начинается обсуждение грандиозного в техническом и научном плане проекта. Судно «Восток» пока существует в виде виртуального макета и амбициозного замысла. Суть его — покорить Антарктиду на современной яхте омского производства. Это не только шанс исследовать неизведанные земли вечной мерзлоты, но и громко заявить на весь мир о потенциале омской промышленности. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы в ближайшие, ну как просят месяцы, ну может быть годы, мы увидели новую омскую яхту. И мы уже сегодня обозначили это направление, что Омск, возможно, станет еще и судостроительным центром. Проект «Чудо-яхты» был разработан еще в 2006 году. Работает судно на двух двигателях, 220 лошадиных сил каждый. Лучше адаптированный к арктическим условиям «Восток» выгоден экономически. Эксплуатационные расходы не превысят 10 тысяч рублей в день, в то время как на содержание ледокола уходит порядка трех миллионов. А комфортные условия для экипажа, удобные каюты, прачечная сауна будут сочетаться с современными лабораториями. Строительство в планах завершить к 2020 году. И это символично, ведь именно в 2020 исполнится 200 лет с момента открытия Антарктиды на военном шлюпе с одноименным названием. «Восток символизирует нашу территорию. Мы все-таки на востоке. Не на Дальнем Востоке, а именно на востоке. Можно назвать было, допустим, Сибирь-2. Пандюиков есть такая яхта французская, там их аж шесть. Пандюик потом два, три, четыре, пять, шесть. Ну, восток, мне кажется, это символично. Поэтому, конечно, не случайно». Несмотря на интересные аналогии, судно «Восток» — проект уникальный. Не исключено, что производство экспедиционных кораблей в Омске станет, если не массовым, то уж точно не единичным. Другое достижение омской инженерной мысли, уже ставшее реальностью силами наших конструкторов, уникальный вездеход «Арктика». Для этого судна на воздушной подушке нет недоступных мест и сложных рельефов. Машины способны перемещаться по воде, снегу и болотам. Максимальная скорость — 150 км в час. Мощность и проходимость обеспечены двумя дизельными двигателями. Предусмотрен обогрев на ходу и стоянке. «Особая гордость — это амфилийные вездеходы на воздушной подушке и специальная колесная снегоболотная техника для перевозки людей и грузов. Сегодня наши платформы на воздушной подушке берут грузоподъемность до 100 тонн и при этом не нарушают тундровый покров северных территорий». Вездеход с гордостью, описываемый главой региона на Арктическом форуме, успешно прошел испытания в условиях Крайнего Севера. Словом, потенциал омской промышленности с лихвой хватит не только на покорение Антарктиды. «Мы сегодня входим в пятерку промышленных городов страны. И здесь сегодня у нас расположены очень высокотехнологичные предприятия различной специализации, в том числе в сфере ракетостроения, производства авиационных двигателей, инженерных техники, вездеходных машин и другие предприятия. Кроме того, мы располагаем хорошей выставочной площадкой, хорошим полигоном, где можно обкатывать и испытывать новые технологии, которые необходимы для освоения арктического побережья». «Самое главное в достижении столь масштабных и сложных целей, и это подчеркивалось как на Арктическом форуме, так и на презентации проекта «Восток», — консолидация усилий. Речь идет как о конструктивном взаимодействии предприятий внутри области, так и между регионами. Теперь слово за самими промышленниками. Участвовать в освоении неизведанных территорий и деньгами, и умами могут все заинтересовавшиеся». И вернемся к одной из основных тем этой недели. В Ярославле состоялся Всероссийский форум социальных работников. О работе тематических секций и выступлений омской делегации зрителям акцентов недели уже рассказал мой коллега Денис Уолев. Но лишь обменом опытом по работе с социально незащищенными слоями населения цели форума не исчерпывались. И я снова рада видеть Дениса. Денис, расскажи, чем закончился форум? Да, Наташа, ну а финалом работы форума стало пленарное заседание с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева, на котором обсуждался проект документа, который можно назвать новой стратегией организации социальной работы в Российской Федерации. Если все положения этого документа действительно будут воплощены в жизнь, то можно сказать, что жизнь старшего поколения в России кардинальным образом поменяется в лучшую сторону. К Омскому форуму социальных инноваций, проведение которого назначено на июнь, будет приковано максимальное внимание в том числе и представителей федеральной власти, отвечающих за реализацию государственной политики в сфере социальной защиты. Это, пожалуй, основной итог всероссийского форума социальных работников, который в течение всего дня сегодня работал в Ярославле. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова назвала омский опыт привлечения предпринимателей в сферу социального обслуживания весьма перспективным и достойным вниманием. А заодно пригласила всех, собравшихся сегодня в Ярославле, омский форум посетить лично. Омская область себя позиционирует как регион социальной активности. Они сегодня на партийном форуме тоже представлены. И они предложили регионам развернуть выставку инновационных проектов в социальной сфере. И таких заявок от регионов много. Нам надо продолжить и разговор, который сегодня начался в Омске. Потому что многие представители проекта, старшее поколение партийного проекта, практически задействованы тоже в подготовке и Омского форума. И вот то, что сегодня прозвучало в виде идей, предложений, прозвучало в виде короткой информации о том, что в регионе реализуется вот такой-то проект, вот особенно Пермской области, все это будет презентовано. Можно будет взять методику, взять технологию, увидеть, потрогать проект, допустим, частного дома-интерната, пообщаться с директором. И вот такая живая площадка презентационная в Омске будет. Поэтому мы сегодня тоже пригласили регионы в нем участвовать. Предложения по стратегии в конце форума были представлены председателю правительства Российской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который велся непленарное заседание. Ну, если говорить о результатах сегодняшнего форума, у меня в руках я взял с собой проект резолюции Всероссийского форума социальных работников. Здесь на шести страницах убористым текстом практически изложены только практически какие-то шаги, которые идут на дальнейшее совершенствование сферы социальных услуг. Очень много говорится вообще о статусе самого социального работника. Как-никак эта сфера обслуживает почти что свыше 35 миллионов человек. Я думаю, что через 2-3 недели мы можем уже реально посмотреть на тот перечень конкретных мер, которые будут связаны с дальнейшим развитием сферы социальных услуг. Целый ряд вопросов, с которыми приехали сюда со всех территорий, со всех регионов наши коллеги, социальные работники, будет решен. Это очень важно, это самое главное. Этот форум носил не теоретически, а непосредственно сугубо практический характер. Важным решением, которое сегодня было озвучено на форуме, это решение о восстановлении финансовой поддержки некоммерческих организаций, которые работают в социальной сфере. Это система грантов, которая традиционно выделяется таким некоммерческим организациям. И сегодня на форуме вы слышали, что будет дано поручение о том, чтобы эта система поддержки некоммерческих организаций была сохранена. Я считаю, что это тоже важный итог сегодняшнего форума. Только Вуди Алина нам не хватало. А теперь будет в Омском Тюзе и уже 11 апреля. На этот день назначена премьера спектакля «Централ Парк Вест» под наименной пьесе голливудского режиссера и обладателя четырех Оскаров. Омск театральный вновь замер в предвкушении от Тюзо. В последнее время все ждут чего-то необыкновенного. Впрочем, удивляет не только он. Пятый театр показывает спектакль с виртуальными декорациями. Кому-то они и вовсе не нужны. Да ладно бы только декорации. Сегодня эксперименты касаются всего. Костюмы, тексты, игра. Неужели классические постановки Чехова и Шекспира уже не трогают наших умов и сердец? А жажда зрелищ заставляет режиссеров все дальше и дальше уводить зрителей от исторических костюмов и оригинальных текстов? Светлана Лазарева отправилась к омским режиссерам, чтобы поздравить их со Всемирным днем театра и поговорить о задачах служителей Мельпомены в наши дни. В репетиционной комнате омского Тюза почти что драка. Кажется, еще чуть-чуть и две молодые женщины вцепятся друг другу в волосы. Это главный режиссер театра Владимир Золотарь готовит очередную премьеру. Спектакль «Централ Парк Вест» по пьесе голливудского кинорежиссера, а заодно актера и драматурга Вуди Алина. Современная комедия. Сюжет, на первый взгляд, абсолютно банален. Подруги не поделили мужчину и теперь бурно выясняют отношения. При этом какими эпитетами они только не награждают друг друга. Да, это уж точно не язык тургеневских девушек. Хотя по неволе задумываешься, а может сегодня уже и не поймут его этот язык те, кто воспитан интернетом и комедий-клабом. Где-то очень нужен язык тургеневских девушек. Мы когда делаем, например, те же маленькие трагедии, мы же не начинаем переписывать Пушкина. Там нужен пушкинский стих и пушкинский слог. Здесь чуть другая история. Здесь как раз во многом прелесть в том, что это такой очень современный текст. Потому что пьеса-то, в общем, совсем недавняя. Переведена-то просто, можно сказать, вчера. Но это из поздних таких Алиновских пьес. Это начало 2000-х и лет 10. Всего-навсего. В своем выборе пьесы Владимир Золотарь уверен. И без разницы, когда это написано. 10 лет назад или 450. Шекспир это или Вуди Алин. Важно, что это про человека. Про его порочность и греховность. Про парадоксы взаимоотношений. Про нереализованность и внутреннюю несостоятельность. Про несбыточность, извините, мечт. Хотя будем честны. Жизнь задает определенные правила. И расхожее режиссерское, а чем удивлять будем, еще никто не отменял. И коммерческий успех у спектакля должен быть тоже. Тестостерон. Последняя премьера в пятом. А шлаг за аншлагом. Режиссер Никита Гриншпур и не скрывает, что этот спектакль из-за разряда заказных с участием приглашенного популярного киноактера Алексея Маклакова. Другое дело суметь поставить коммерческую комедию и решить при этом не одну творческую задачу. Здесь не только дело. Пригласили звезду. Так можно сделать антрепризу. Быстро собрать звезды, не надо ничего делать. Нет, мы к этому подходили по-другому. Это был достаточно сложный процесс, длительный процесс. И артисты театра очень много работали. Включая, кстати, и Маклакова. Он тоже очень много работал. В нескольких последних спектаклях Маклакова заменил актер пятого Владимир Астапов. Режиссер признается, он не заметил никакой разницы. Не увидели ее и зрители. Потому что действительно на совесть работают актеры. Потому что и художественное решение у спектакля очень необычное. Все декорации на сцене заменены анимацией. Больше месяца ушло на создание образов у Алены Лученко. Художника компьютерной графики, которую, кстати, поработать в театре, пригласили после того, как увидели ее программу «Артефакты» на 12-м канале. Побывав на премьере, девушка и сама удивилась, как, казалось бы, легкая и веселая комедия превратилась вдруг в нечто большее. Там же все про любовь. Семь главных героев. И ни один из них не остался в стороне от такого потрясающего чувства. Ни одного из них не обошла женщина. У них у каждого в сердце есть своя зазноба, которая причинила боль. Или наоборот, как-то его вдохновила. Но если вот чуть-чуть глубже копнуть, то понятно, что это спектакль про любовь. И это уже совсем не смешно. Значит, дело не в том, что идет на сцене. Комедия или драма – дело в другом. Идет ли это от сердца? Определяет репертуар болевой синдром художника, режиссера. Вот то, что мне дорого, то, что мне хочется. И тот материал, где я могу занять максимальное количество близких мне людей, вот это все определяет. У Александра Гончарука новая театр-студия. Они открылись 5 декабря 2014 года. Самый разгар кризиса. Ютятся в небольшом репетиционном классе в обычной многоэтажке. В соседях кафе и кабинет частного врача. Здесь репетируют, здесь показывают спектакли. Здесь известный в городе актер и неутомимый режиссер дает мастер-классы всем, кому интересен театр. Выступают и в школах, и в ресторанах, и в детских кафе. Гончарук говорит, это не важно, где заниматься столь жизненно необходимым ему делом. По большому счету, проехав пол Европы, театр может возникать в автобусе, на автобусе, на крыше, в лодке. Два человека вышли, постелили коврик, как писал Немирович Данченко, и организовали театр. Вопрос, кому это нужно? Видимо, нужно. Если билетов на апрель уже нет. Нужно, если помнить, что театр – это не только развлечение, и ни в коем случае не воспитание. Это то, что, по словам Тарковского, напоминает человеку о его душевном благородстве. Так может быть, сегодня вечером в театр? На этой неделе было немало и других интересных событий, но именно такое увидела ее редакция «Акцентов недели» и я, Наталья Роголева. Будут новые семь дней, значит и повод встретиться и поговорить о насущном. Увидимся через неделю, чтобы вновь расставить верные акценты. А пока удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»